Час в час, минута в минуту, радио. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Утро на Болткоме. Я Абик Элкин, Александр Шунин. Доброе утро. В ближайшие почти два часа мы будем с вами в эфире. И до Нового года остаётся всего ничего. Потерпеть две рабочие недели. А до Рождества ещё меньше. Ну как рабочие недели? А четыре дня на этой и четыре дня на следующей? Потому что по три дня выходных. Да, восемь рабочих дней и, пожалуйста, Новый год. Новый год, новые надежды. Новый снег. По крайней мере. И новый гололёд. Очередной год мы будем надеяться, что коронавирус закончится, что всё вернётся на круги своя. Ну или, по крайней мере, видоизменится так, что нам будет хорошо и приятно. Ну ты оптимист такие. Я оптимист, я точно уверен, что через несколько дней вот эта вот вся ерунда, которая сейчас творится за окном, я имею в виду темень непроглядную, она повернётся всё-таки в сторону увеличения дня после Рождества. Ну, по крайней мере, на это Рижский дом повлиять не может, зато она может повлиять на расчистку тротуаров, на уборку улиц, дорог. Вот посмотрим. Интрига есть. Будут ли исправлены ошибки после предыдущего неожиданного снега зимой? Правильно? Кто мог подумать, что снег, лёд, ледяной дождь выпадет именно в декабре? Ведь это же кто мог представить? Или, как сказали представители Рижской думы, будут исправлены ошибки прежних тяжёлых годин. Годин, да. Ну да. Всё же было... Ну, это классические случаи про три конверта. Да, мы вместе это сказали. Ну что ж, посмотрим, как дальше будет происходить. В принципе, открывать второй конверт и даже писать третий пока рано. Выборы в Рижскую думу аж в 2025 году. Ну, так что пока можно экспериментировать. Ну, а нам, видимо, если опять будет гололёд, уже стоит... А нам зато столько тем пообсуждать. Да, да. Особенно вот этот совет, который был нам даны по вот эти сады и парке, представители компании. Помнишь, сказали, когда был первый сейчас гололёд? Берите Кайлу в руки. Это ещё куда... Кайлу можно брать, да. Но можно брать носки и одевать их на сапоги. Европейский Союз, 21 век. Так что всё в порядке. Да. 23 буквально. Перейдём, может быть, от таких обыденных бытовых вопросов таким более глобальным и важным. Сегодня будет два действительно таких важных заседания. Это, во-первых, группа оперативного управления при госканцелярии. Напомню, что эта группа состоит из таких чиновников, госсекретарей Министерства экзамов, экспертов, эпидемиологов. Иногда туда приглашаются социальные партнёры, то есть профсоюзы работодателей и обсуждают, естественно, очередные или ограничения, или послабления после того или иного периода. Но вот сейчас мы знаем, что 11 января заканчивается режим чрезвычайной ситуации. Нам уже правящие политики поспешили заявить, что они не планируют продлевать ЧС. Я думаю, что эта концепция может измениться, если вдруг господство омикрона будет существенным уже в первых числах января, так что посмотрим. Но в любом случае сейчас вот это вот её называют ОВГ-группа, ну по латышской аббревиатуре. ОВГ-группа будет заседать, а обычно после двух собирается на своё заседание коалиционный совет, который уже фактически обсуждает те решения, которые и правительство примет на завтрашнем заседании, таком предприятии, чтобы заседание как раз и планируется принять такую дорожную карту, как мы будем жить после 11 января. По слухам, мы пока можем пользоваться только слухом, потому что никаких проектов публичных нет, сегодня, как я уже сказал, они будут обсуждаться. По слухам, не планируется ни введение каких-то жёстких ограничений. То есть, ещё раз хочу сказать, что никаких локдаунов и комендантских часов на Рождество и Новый год не планируется. Но в то же самое время не стоит и рассчитывать на особые послабления. Ну, разве что есть такая информация, что в результате всё-таки правительство откликнется на отчаянные просьбы, теперь уже требования той же конфедерации работодателей и торгово-промышленной палаты разрешить непродовольственным магазинам, работать в рамках, ну, в торговых центрах, работать и по выходным и праздничным дням. Это весьма актуально, с учётом того, что Новый год, Рождество, люди хотят купить подарочки, но и никак не могут это сделать в выходные и праздничные дни. Вот это фактически такое существенное послабление, которое может быть введено. Всё, дальше и после 11 января те ограничения, которые были, они останутся. По-прежнему крупные торговые центры будут работать в так называемой зелёной зоне. Большинство услуг будет оказываться в зелёной зоне. Ну и, возможно, правительство всё-таки завтра решит такой, я бы сказал, простой технический вопрос, который они как не могут решить. Я имею в виду, что можно предъявлять, можно было бы предъявлять вместе с сертификатом водительские права, о чём мы уже говорили, Саша, неоднократно, водительские права студенческой или пенсионной удостоверения. СИМ, не дожидаясь решения правительства, уже такую поправку, что такие поправки в срочном порядке принял. То ли не обратили внимания, то ли, не знаю, по незнанию, случайно ли или как, но в результате эти поправки вступают в силу только с 31 декабря. Ну, смешно, даже такой технический вопрос нельзя было решить, чтобы хотя бы уже в ближайшие дни можно было эти документы использовать. Но теперь правительство может внести поправки в поправки и позволить уже... Очередной юридический брак. Очередной юридический брак, но это всё доходит до абсурда. До абсурда доходит тем более, что, услышав вот эту половинчатую информацию, то есть решено... Да, люди уже думали, что всё уже вступило в силу. Не то, что думают, уже как бы и вступило в силу. Вчера буквально вечером в одном из сетевых магазинов на входе у меня спрашивают документы. Я провозился, как всегда, показал в телефоне QR-код, а вот с документом вышла заминка. И молодой человек, который на входе проверяет документы, говорит, ничего, ничего не волнуйтесь, покажите водительское, будет достаточно. То есть уже как бы отреагировали и, в общем-то, ввели невведённое. Да, но ведь на самом деле мы же понимаем, что торговые центры, хотя они, естественно, живут, должны жить в правовом поле государства, но это же частные заведения. Они могли и раньше, в принципе, не дожидаясь, могли принять решение, что мы признаём такой документ, который признают во всём Европейском Союзе и даже за его пределами, как водительские права. К примеру, я вот с удивлением узнал, это, конечно, у нас их мало, этих депутатов. Но, тем не менее, оказывается, что даже вот эти депутатские удостоверения, которые, в принципе, могут помочь, насколько я понимаю, гобзамцы, правда, не помогли, но, в принципе, должны помочь вот в общении с правоохранительными органами, если что, они тоже ведь не принимаются, хотя вот депутатский мандат с фотографиями, со всеми там кодами защитными всякими разными приспособлениями. Зато это лучший пропуск в полицейский участок на территории и всей Латвии. Да. Ну, в общем, короче говоря, в торговый центр по нему не войдёшь. Ну, ладно, это не столь актуально, поскольку у нас депутатов Сейма всего лишь 99. Я имею в виду, что ещё один депутат, как мы знаем, Янис Адамсон, находится в заключении. Это, кстати, вот если мы подводим итоги недели, определённую такую лазейку суд предоставил, наконец, не с депутата Адамсона, у которого действительно, ну, у него масса заболеваний, их лучше лечить не в тюрьме, 30 тысяч можно внести такой вот гарантсуму и выйти на свободу. Я так понимаю, что или это уже было сделано на выходных, или это будет сделано, и всё-таки Янис Адамсона из тюрьмы освободят, по крайней мере, до рассмотрения дела в суде. Это вот если мы подводим итоги недели. Ещё на прошлой неделе случилось такое ключевое международное событие, которое будет обсуждаться и на этой неделе, и на следующей, и в январе тоже речь идёт об обнародовании России своего проекта, договора между Россией и Соединёнными Штатами о коллективной безопасности или о гарантиях безопасности. Это довольно длинный такой документ. Понятно, что мы все детали не сможем в эфире обсудить, но ключевой момент – это, по крайней мере, в НАТО и в Европейском Союзе почему-то этот проект договора оценили как предъявление России неких или выдвижение красных линий, за которые НАТО или Соединённые Штаты не могут заходить. В частности, Россия в этом документе говорит о недопущении дальнейшего расширения на Восток за счёт тех государств, которые раньше входили в состав СССР. Так там и написано. Ну, понятно, что имеется в виду прежде всего Украина и Грузия. Но, тем не менее, вопрос, я думаю, подлежит обсуждению и попытка целого ряда западных политиков заранее без диалога сказать, что для нас это неприемлемо, мы отвергаем. Никто же не говорит, что надо сразу подписывать. Но мне кажется, что вот этот диалог – это лучше всего. Вот вчера Затлерс, бывший президент, извините, что перебиваю, сейчас бывший президент, выступая в НКПС, сказал, что надо готовиться к худшему, и он сказал, что война будет. Вот так прямо и сказал. Кашбус. И все так из серии… Затлер же самый лучший специалист по войне и миру. Да, но в любом случае он сказал, что война будет, ну и все так, видимо, стоят с опущенной с челюстью, потому что, конечно, заявление, мягко говоря, такое, ну, сенсационное в какой-то степени, потому что нам, как стране, которая граничит с Россией, с Белоруссией, чего-чего не надо, так это войны, потому что мы понимаем, что мы находимся на передовой в этой ситуации, если действительно будет война конвенционным каким-то оружием. Что касается вот этих гарантий безопасности, посмотрим, мы знаем, что после разговора Байдена и Путина началось какое-то движение переговорное, представители Белого дома уже побывали в Москве, провели первый раунд переговоров. В принципе, мне кажется, что для этого дипломатия существует, чтобы каким-то образом пытаться найти точки соприкосновения и договариваться. Можно, конечно, ввести 101-е санкции, да, и 101-е китайское предупреждение, выразить ноту протеста, топнуть ногой, опять начать вооружаться обеим сторонам. Ну, я не думаю, это то, что нам надо, в принципе, да? Ну, тем не менее, буквально вчера генеральный секретарь Рината, в свою очередь, заявил о том, что он отклоняет саму идею диалога с Москвой по тем самым сферам влияния, но, в принципе, речь идет о том... Да, но риторика, которая звучит, она поражает своей безапелляционностью и определенным хамством. Человек прямым текстом заявил, что Москва не имеет права на свою сферу влияния. Ну, что это такое? Мы сейчас говорим о международной политике, о дипломатии. Нет, это как раз-таки тот самый хейт-спич, это язык силы. Это прямое указание на то, что, в общем-то, мы с вами за один столб воров, в принципе, не садимся, и мы проводим политику, которая выгодна нам, которую мы реализуем уже, в общем-то, не первые десятки лет. Там есть один нюанс, по которому я, вроде бы, косвенно понимаю генсека НАТО и администрацию Белого дома. Вот в этом проекте договор, если внимательно прочитать, оно, в принципе, действительно предусматривает, что все решения, да, ну, де юре или де факто принимаются Соединёнными Штатами и Россией. И тогда понятно, что Байден оказывается в таком неудобном положении, вроде бы он ещё до появления этого документа говорил о том, что, ну, без вас, уважаемые там европейцы, мы никакого шага, никаких действий не будем предпринимать. Ты же помнишь, что после переговоров с Путиным он тут же связался вот с так называемой Бухарестской Девятка, куда Латвия тоже входит, и рассказал, о чём они говорили. То есть, ну, это ведь никто ей не мешает, ведь не нужно понимать, что вот эти переговоры означают, что Соединённые Штаты не будут больше советоваться ни со своими союзниками по НАТО, ни со своими союзниками по Европейскому Союзу, ни со своим главным союзником, который теперь в Европейскую Союз не входит в Великобританию, я имею в виду главным союзником в Европе. Ведь это же не исключает то же самое же Россия может так же советоваться с Белоруссией, с Китаем, ну, со своими как бы союзниками. Мне кажется, что просто никто же и не запрещает Соединённым Штатам расширить формат. Но нам, мне кажется, как жители Латвии, не лоббируя там ни эти интересы, важно, чтобы вообще такой диалог состоялся. А из Сирии «идите вы лесом», ну, это значит, опять будет расти только напряжённость, больше ничего. Вот так я понимаю. Напряжённость растёт, если периодически не выпускать пар, предлагаю выпустить пар. У нас небольшая пауза, после которой мы вернёмся в студию и продолжим. День в день.